Всем привет на канале Рецепты в гостях у Пани! Очень рад, что вы, друзья, сегодня у меня в гостях. А у меня для вас есть очень простой рецепт, что можно приготовить из купат. Это своеобразный мясной пирог, который подойдет на завтрак, на обед. Можно взять с собой на работу. Ингредиенты простые, которые, скорее всего, у вас уже есть. И только купить нужно будет купаты. Яйца, петрушка, мука, молоко, масло сливочное. Это очень вкусное блюдо, готовится на 1, 2, 3. А, еще нужна и луковица, которую, кстати, сейчас быстро нарезаем. Для рецепта я беру среднюю луковицу, примерно 140 грамм, и нарежу мелким кубиком. Небольшой кулинарный совет. Храните лук в холодильнике. Он тогда становится плотнее, его намного легче нарезать. И выделяется меньше сока, и, соответственно, меньше слез. Какие секреты вы используете при нарезке лука? Блюдо у вас будет готово менее чем за час. Это действительно очень быстро. Возьмите сковороду с толстым дном. Я использую стальную. Кто смотрит мои рецепты, знает, потому что на ней будет вкуснее. Немного подсолнечного масла. Смазал дном и отправляем лук на сковороду. Под одним часом я имел в виду, что блюдо приготовится полностью. А подготовка у вас займет максимум 5-10 минут. В это время, пока лук обжаривается на сковороде, у гупат я убираю оболочку. Прорезаю, и это очень просто сделать. Вот так вот все вместе снимаем. Вы можете гупаты использовать любые по вкусу. Взять остренькие, если хотите. Мне еще нравится их добавлять в блюда, потому что они уже очень вкусные и передают неповторимый аромат. А специи можно использовать меньше. Дайте луку цвет, аромат, вкус. Когда он уже подрумянился на сковороде, прошло не более 4 минут, я добавляю гупаты на сковороду. По весу, кстати, у меня здесь было 300 граммов. Три сосиски будет на 4-5 порций достаточно. И просто перебиваю все лопаткой, чтобы перемешался лук с мясом. На сковороде все шкварчит, очень ароматно. Гупаты готовятся быстро за счет того, что мы убрали оболочку. И сейчас я приготовлю очень быстрое тесто для этого мясного пирога. Действительно получается вкуснейший пирог. Сейчас оставляю все на минимальной температуре. На двойки из десяти будет достаточно, чтобы оно немножко там томилось. И 2-3 минуты на тесто. Для рецепта я использую 3 яйца, не крупные. Если побольше, возьмите 2. Перемешиваю с помощью вилки щепотка соли, щепотка крупного перца, черный. И добавляю все молоком. 2-3 стакана. Специи, конечно, вы можете добавлять любые на ваш вкус. Плюс сильно много специй не нужно, потому что сосиски уже сами по себе очень вкусные. После того, как мясо полностью приготовилось на сковороде, оставляю ее на секунду в сторону, чтобы смесь немного остыла. И беру 2-3 стакана муки, либо 100 граммов. Муки по объему получается столько же, сколько и молока. Очень просто заполнить. И осталось только нарезать петрушку и добавить в тесто. Мне кажется, вы захотите повторить это блюдо, потому что готовится просто. Получается много порций. Возьмите побольше зелени. Мне нравится петрушка свежая. А можно взять и сушеную, но лучше со свежей все-таки для этого рецепта. Получится ароматнее. Продукты я взял сразу из холодильника. Не ждал, чтобы они нагревались. Все очень просто. Вот такой консистенции получается тесто, как густые сливки. Все хорошенько перемешиваем. И использую форму для запекания из Икеи, объемом 1 литр. Очень простая, удобная. Которую предварительно смажу сливочным маслом. Примерно 1 столовая ложка. По краям и по дну формы для запекания. А за это время смесь немного остыла. Если она теплая, ничего страшного. Это очень уже вкусно. И перекладываю мясо в тесто. Потому что сегодня все-таки мясной пирог в духовке. У меня есть видео, как готовить на остальной сковороде, чтобы ничего не пригорало. Вот посмотрите на дно. Абсолютно чистая сковорода. И если хотите научиться готовить на остальной сковороде, посмотрите это видео. Ссылка будет в конце этого рецепта. Перемешиваю все с помощью лопатки. Так намного удобнее. Уже не венчиком. И перекладываю форму для запекания. Вот такая вкуснятина уже получается. Отправляю смесь в предварительно нагретую духовку. 190 градусов, либо 375 фаренгейт. Накрывать ничем не нужно. Средний уровень в духовке я подложил противень. Для того, чтобы было легче доставать из духовки. Время приготовления в духовке может отличаться. И это будет зависеть от формы и конкретной вашей духовки. Свою я уже знаю. Готовлю примерно 30 минут при температуре 190 градусов. Но через 25 минут проверяем. У меня прошло сейчас 30 минут. Не зря я подкладывал противень, чтобы было удобнее достать. И посмотрите, какая красотища получается. Увеличилось все в размере. Очень ароматно пахнет. Вот здесь под краем пропеклось. Я проверяю деревянной шпажкой посередине. Прокалываю. Она выходит чистая. Значит, все готово. Даю блюду немного остыть. И покажу, какой мясной пирог получился внутри. Поверьте, это очень вкусно и красиво. Пахнет очень ароматно. Сейчас я вам покажу, какой пирог получился внутри. Это очень вкусно. Я готовлю часто. Результат меня еще ни разу не подводил. Все очень быстро, хорошо отделяется от формы. Не пристает. Вот такая красота, друзья. Посмотрите на эту вкуснотищу внутри. Кулинария – это как джаз. А джаз любит эксперименты. И пробуйте соединять разные ингредиенты на кухне. Результат вас порадует. Этот пирог действительно очень классный, друзья. Я вот хочу вам показать. На стрессе посмотрите, как он пропекается. Сосиска очень хорошо сюда подходит. Зелень. Все вкусно. Это можно подать не только на завтрак, на обед, на ужин. Взять с собой на работу. Всех удивить. Да, я довольный результатом. Друзья, приготовьте по этому рецепту. Напишите мне в комментариях, как у вас получится. Я буду ждать ваших отзывов. Очень вкусно. У нас уже ужин. Часов 9. Сегодня приготовили попозже. Ничего страшного. Сейчас все и продегустируем. Друзья, оставайтесь со мной. Почаще заходите на мой канал. Подпишитесь. Расскажите про канал своим друзьям и знакомым. Мне будет очень приятно. Очень вкусно, друзья. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok